Мы находимся в салоне Kia Atlant M на независимости 202.3 и сегодня герой программы новейшее поколение Kia Pro Seed. Итак, друзья, Kia Pro Seed. На самом деле этот автомобиль ближе всего стоит в классификации к Shooting Brake. Это такие автомобили, английские классические, которые использовались в основном для выезда на охоту, куда помещалось ружье, охочная собака, а еще оснащение. Именно в Shooting Brake, английские классические автомобили, черпали вдохновение создатели этого автомобиля. И, собственно говоря, здесь я заметил целых три основополагающих фактора. Это универсал, дизайнерская вещь и спортивный автомобиль. Все это вы можете найти в Kia Pro Seed. Как видите, автомобиль выглядит очень стильно и ярко за счет глянцевых ставок, за счет алюминиевых ставок, за счет очень крутой модной оптики и, наверное, из-за клиренса, которая составляет 150 миллиметров, который вам не помешает запарковаться при больших бордюрах и еще плюс к этому поехать куда-нибудь, наверное, по внедорожью, сохранив при этом крутую управляемость. Поговорим немножко о деталях автомобиля. Ну, например, о таких, как зеркала. Они выкрашены в другой цвет. Другой цвет, если сравнить с кузовом. Например, здесь он красный и зеркала глянцевые, черные. В этом автомобиле молдинг. Сделан на совесть, поверьте. Он, во-первых, сделан из металла, который идет по контуру всей машины абсолютно. Заканчивается здесь такой дизайнерской деталью красивой. И качество его очень высокое. Также интересно исполнена юбка автомобиля. Она у нас и с глянцем, и еще плюс сталью обрамлена. Тоже классное очень решение. Мне нравятся диски. Очень стильный рисунок. Модный очень. Также меня удивил спойлер. Тоже он отличается от цвета кузова. И он, я так понимаю, еще с повторяющимся стоп-сигналом в форме ромба. Как видите, здесь фонарь, который обрамляет всю заднюю часть. Классно отрисовали дизайнеры фары. Интересное решение. Раздвоенный выхлоп. Опять же, снизу мы видим достаточно спортивный обвес, который дополняет весь рисунок. В багажнике вы увидите огромное пространство, 594 литра. Также здесь органайзер. Много всяких разделов, куда вы можете сложить свои вещи мелкие, чтобы они не летали по всему салону и не создавали лишний шум. Оказавшись на задних сиденьях, я могу вам сказать про комфортабельность. Над моей головой остается достаточно много места. Рост у меня немаленький. Метр восемьдесят семь. И у меня еще остается место. Это большой плюс. Также хочу сказать, что место при условии того, что мы уже отодвинули передние сиденья максимально назад, места у меня, как видите, тоже хватает, что тоже огромный плюс. Также есть здесь подлокотник с подстаканниками, которого вы можете сложить, если вам не нужно, и посадить сюда еще третьего пассажира. Подголовники, темная крыша, диодная подсветка. Кроме этого всего, вы можете здесь наблюдать воздуховоды. Они двухзонные, то есть правый может себе пассажир настроить воздуховод, и пассажир слева. Также можете себе настроить любую конфигурацию. Обогревы сиденья здесь двухфазные, слабый и сильный обогрев. Здесь есть глянцевые вставочки. Опять же, они идут в таком дуэте с алюминиевыми вставочками. Сзади тоже вид достойный. Комфортно, классно, все функции, которые нужно есть, ну, кроме, наверное, зарядки телефона. Вот этого действительно здесь не хватает. Ке, задумайтесь об этом. Мультируль. Классная штука. Эргономика в салоне продумана действительно четко. Здесь нету лишних кнопок, которые раздражают. И все, все функции, которые необходимы в автомобиле, здесь они присутствуют. Больше сказать, друзья мои, я хочу сейчас о технологичности, потому что, ну, сейчас уже эра технологий, и я, например, здесь, в этой машине могу подзарядить телефон беспроводной зарядкой, что очень круто. Все материалы, которые использованы здесь, они очень качественные, они приятные на ощупь, они мягкие, они не раздражают, они только-только-только привлекают. Как видите, и в GT Line версии, и в GT везде идет прострочка, что, опять же, очень хороший ход. Я его, например, хвалю. Прострочка есть на передней панели, что придает премиальности этой машине. Также воздуховоды, обратите внимание, как оформлены. Они оформлены и металлом, и глянцевой поверхностью, а потом уже идет мягкий пластик. Места здесь очень много. Это гран-туризма, и, наверное, здесь очень важно, чтобы было много места для своих личных вещей. Хороший, в принципе, бардачок. Подстаканники. В боковом пространстве есть много места. Там также ставится подстаканник. Вы можете туда и бутылочку свою поместить, и термос какой-то. Также есть мелкие такие детали, куда вы можете поместить свои вещи. Вот здесь, с этой стороны. Подлокотник достаточно вместительный. Здесь помещается... Ну, вот столько вот моей руки, значит, туда помещаются очень габаритные вещи. Подлокотник обшит у нас кожей, эко-кожей регулируется вперед и назад. Я так понимаю, его обшили для того, чтобы локоть ваш не ездил, не ерзал. Тоже такой, знаете, приятный момент. Внимание к деталям. Что касается левой карты автомобиля, мне нравится, что там, где ты держишься рукой, используется металл и глянец. Там, где ты открываешь дверь, тоже используется металл и глянец. То есть, куда бы вы ни дотронулись, например, даже вот воздуховод, там тоже металл и глянец. По материалам вопросов вообще не возникло. По материалам огромный жирный плюс. И по вместительности тоже огромный плюс. Под капотом в Кио Просит может располагаться только два двигателя. Один 1.4, мощностью в 140 лошадиных сил. И второй мотор 1.6, турбированный, который на 200 лошадиных сил. Также в комплекте они работают с автоматической коробкой передач, семиступенчатой. Итак, ну что ж, мы едем уже внутри Киа Про CGT. Хочется сразу сказать про спортивные сидения, в которых сейчас мы все находимся. Очень такая яркая и крутая боковая поддержка по контуру всей спины и даже возле ног. Сидишь очень четко в этом сидении. В общем, хочется сказать очень многое о отделке внутренней. Здесь каждая деталь очень хорошо проработана. Никаких сверчков в автомобиле мы не услышали. Это говорит о том, что действительно разработчики поработали на славу. Материалы здесь используются эко-кожа, глянец и металл. Это три основополагающих материала в салоне. Здесь все в черном цвете, как потолок, так и абсолютно весь салон. В основном. Что придает такой, я бы сказал, уверенности мне, как молодому человеку, за рулем. Здесь, кстати говоря, полная коммуникация идет вашего смартфона с автомобилем. Это достигается за счет Android Auto и за счет Apple CarPlay. У двухста сильной версии, в которой мы, собственно говоря, находимся, GT. Здесь имеются переключения передач лепестками. Очень советую всем попробовать. Достойно выполнено и отрабатывает эта функция себя по полной. Также модель ProSea GT оснащена активным круиз-контролем. Машина сама держит дистанцию перед идущим впереди автомобилем. и это достаточно крутая функция, потому что, во-первых, это гранд туризма и рассчитана на поездки дальние. А в дальних поездках сами понимаете, что функция активная круиз-контроля очень нужна. Также она считывает еще знаки, которые идут по дороге и соблюдает скорость, что говорит о высокотехнологичности этого автомобиля. Также сейчас поговорим о помощниках водителю, ассистентах этого автомобиля. здесь есть система удержания автомобиля в полосе. И мы ее уже опробовали. Действительно, она всегда тебе дает понять, что... Ну, мы специально выезжали из полосы и она дает тебе понять, что ты находишься не в том положении. Дальше двигаемся. Есть система автоматической экстренной остановки, что говорит о том, что производитель позаботился о безопасности. И также есть система автоматической парковки. Ну и еще одно из самых, наверное, важных фишек, которых я не заметил в сейчас новых выходящих автомобилях других компаний автопрома, что когда вы выезжаете задом из парковки, она считывает изображение. Если едет машина по полосе, на которой вы выезжаете задом, она тебя оповещает об этом. То есть вы, как водитель, не видите, что происходит в полосе, на которую выезжаете, потому что рядом стоят машины, автомобиль видит и дает вам понять, что выезжать сейчас не стоит, нужно подождать, пока автомобиль проедет. Это очень классная функция. По-моему, это крутая функция, которой не хватает многим автомобилям. То есть, подвитожим. Здесь есть все опции, которые характерны для премиум сегмента. И все эти опции есть в Pro Seed GT. Обратите внимание, какая здесь качественная камера заднего вида. Она у нас идет с помощником поворота. Вы увидите, куда ваша машина будет ехать, уже предугадывая ее движение. И так вот видите, только что система показала, что у нас проходит человек, осторожнее. Это очень крутая машина, ребята, высокотехнологичная. Итак, я уже говорил вам, что здесь есть необычная система парковки, которую можно посоветовать своей девушке или женщине, или жене. Но я хотел бы вам сейчас именно показать на экране, как выглядит камера. Она очень крутая, с разворачиванием вида. она у нас как рыбий глаз, такой фиш-ай. Ну что ж, наступили холодные деньки, выпал снег совсем недавно. Очень много функций, рассчитанных на холодные страны, например, как подогрев руля. Во многих автомобилях подогрев руля производится только в том месте, где вы беретесь за руль. В этом же автомобиле подогрев руля производится по контуру всего руля. Сверху, снизу, с боков. И это очень классно. Это очень классно. Это детали, за которые так, собственно говоря, люди и полюбили этот новый ProSeed. Далее, подогрев сидений не только нижней части, но и спины. Как в передних сидениях, так и в задних сидениях. Сзади подогрев сидений регулируется двумя вариантами. То есть слабый и сильный. Здесь же спереди сидение регулируется в три варианта. Слабый, средний и сильный. Тоже вот такие интересные плюсы. Еще хочется сказать, что здесь есть замечательный переключатель автомобиля в спорт режим. Какие изменения происходят в спорт режиме? Если мы едем в обычном режиме, то легкий руль у нас. Легко рулится машина и выхлоп достаточно спокойный. Он не надоедливый. Если вы едете очень долго, именно нужно ездить в обычном тогда режиме. Но если вы переключаетесь в режим спорт, сразу руль становится тяжелым, сразу же выхлоп производится с отстрелами, как в каких-то 5-литровых спортивных машинах. Действительно есть отстрел. Представляете, в 1.6 есть отстрел в двигателе и в выхлопном системе. Что, конечно, очень сильно меня удивило. Вообще вся машина как будто оживает, она становится резвой. В общем, одни положительные впечатления меня от этого режима спорт. Он действительно здесь имеет место быть, потому что весь автомобиль выглядит спортивно. Поговорим о расходе топлива, друзья. Здесь семиступенчатая роботизированная коробка передач, уникальная. Я хочу сказать вам, что по трассе примерно 6 литров она кушает, автомобиль. Очень приятный расход, по-моему, но это дает как раз-таки вот эта семиступенчатая коробка. в городских условиях около 10 литров сейчас у нас показывает, хотя мы на спорт режиме уже так, ну, нормально потопили в полок гашетку и за счет этого, наверное, 10 литров. Так она, наверное, еще меньше кушает. В общем, расход здесь очень хороший, я считаю, учитывая динамичность автомобиля, учитывая его характеристики на трассе. В общем, мне нравится, сколько эта машина кушает, плюс большой этому. 200-сильный турбированный мотор, друзья мои, отличается разгонной динамикой. Всего за 7,5 секунд эта машина разгоняется до 100 километров в час. При этом, что багажник у нас 594 литра, только представьте, это является рекордом в классе данных автомобилей по трассе. Примерно 6 литров она кушает, автомобиль. Очень приятный расход, по-моему, но это дает как раз-таки вот эта 7-ступенчатая коробка. В городских условиях около 10 литров. Можно сказать, что этот автомобиль адаптирован к нашим дорожным условиям. На самом деле, здесь просвет дорожный 150 миллиметров, и это еще плюс без потери великолепной управляемости. Кстати, управляемость здесь на высшем уровне. Можно сказать, что машина очень юркая, ходит в повороты достаточно стабильно. Мы заходили в тут вираж один, и я даже не почувствовал, что машина как-то кренилась вправо или влево. Это как раз достигается за счет этого небольшого клиренса в 150 миллиметров. Огромный жирный лайк я хочу поставить обзорности в этой машине. Я на самом деле думал, что обзорность будет очень плохой, но так как машина вся такая обтекаемая, низкая, я думал, что я ничего не увижу в заднее стекло, в боковые зеркала, но сев внутрь, я могу сказать, что в заднее стекло, в заднее зеркало я вижу абсолютно все, что происходит там. В боковые зеркала я вижу даже больше, чем мне нужно. Кстати, зеркала оснащены классной системой, которая говорит, что машина едет рядом, это система мертвых зон, и вдобавок это большим и так зеркалам, даже чрезмерная такая, чрезмерная роскошь в обзорности. Большим плюсом является, что в этом автомобиле адаптивная диодная оптика. При повороте эта оптика позволяет вам видеть все намного больше, чем в обычных автомобилях. Фары поворачиваются вместе с поворотом руля, что увеличивает безопасность опять же. Также хочется сказать, что здесь во всем автомобиле установлены диодные подсветки. Во многих новых автомобилях еще сохранились лампочки, но здесь к большому плюсу этого автомобиля все на диодах. Абсолютно вся подсветка диодная. Мне очень нравится, как исполнены вообще акценты в этом автомобиле. Вот эти вот алюминиевые. Они дают тебе понять, что тачка действительно премиальная. Вместе с глянцем они дают хорошую краску в салоне. Пятая дверь в этом автомобиле, багажник, оснащена электроподъемниками. Тоже большой лайк этому. И давайте поговорим еще о сидениях. Здесь на моем месте электрорегулировка в разных плоскостях. Их здесь очень много и всего хватает. Даже поясницу я могу себе настроить, так как у меня больная спина, на самом деле для меня регулировка поясницы очень важная функция. Что касается пассажира. У пассажира, к сожалению, нету регулировки сидений электрическими доводчиками. Но есть зато поддержка поясницы и она вот она у пассажира оснащена электродоводчиком. Также здесь сидение с памятью. Вы можете настроить определенный сбор настроек для себя и настроить еще второе положение, например, для девушки своей или супруги. И когда вы будете садиться в машину, просто нажимаете эту кнопочку и все сидение настраивается под УАЗ. Хороший плюс, согласитесь. Когда мы открывали передний капот, меня немножко смутило, конечно, что там нету доводчика. Приходится довольствоваться палочкой. Это такой небольшой минус. Ну и еще плюс, учитывая, что здесь максимальная комплектация, тоже небольшой минус, что руль регулируется механическим способом. Нету никаких электрических доводчиков регулируемо руля. Итак, пару слов о коробке передач и ее исполнении в этом автомобиле. Если мы в режиме спорт, она очень отзывчивая. Как только я даю в газ, можно сейчас даже посмотреть, даю в газ, сразу же машина реагирует и вдавливает тебя в сидение. Ну я не ожидал вообще от этого автомобиля такой динамики и работы коробки с двигателем. очень классно. Мне нравится, как она себя ведет. Как только мы переключаемся в обычный режим, она становится плавнее. То есть я хотел сказать, что коробка передач здесь работает и отдается на 100%. Правильное решение у разработчика автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА